Добрый вечер, мы из Украины. Меня зовут Рауль, вы смотрите проект Украина в огне. Друзья, нормы и правила Ютуба и Фейсбука очень ограничивают мою работу и часто искусственный интеллект не понимает, цитируй, сарказм. Я не могу объяснить упрямым алгоритмом, что сами россияне придумали для себя название народ. А «Властелин колец» не фэнтези и даже не фильм, основанный на реальных событиях, а документальное кино без купюр с возрастным цензом 45+, для тех, кто сидел в тюрьме. Это не заговор соцсетей, это форс-мажор. Ни мы, ни мир, ни соцсети не были готовы к такому ужасу, к таким зверствам и такой волне ненависти к реинкарнации Мордора. Но тем не менее, так получилось, что мне буквально запрещают называть все своими именами. Дело доходит до смешного. Сами жители Мордора называют себя «я цитирую этого господина» и «попадаю в бан». YouTube выглядит менее щепетильным, а Facebook уже просто удаляет видео без каких-либо уведомлений. О монетизации контента речь вообще не идет, потому что он распугивает рекламодателя, который в Украине и в ЕС сейчас, разумеется, смотрит развлекательный контент. Специально для алгоритмов. Это сарказм. На самом деле, самые популярные развлекательные программы в Украине – это «Спокойной ночи» Арестовича, интервью Гордона с «Танком без башни» и «Викторина» – купить 10 черных пакетов, собери одного оккупанта. И только потом, потом идет Поплавский с песней «Юный Байрактар». Уважаемые рекламодатели, может вы не знаете, но теперь шампуни и стиральные порошки в Украине продают сюжеты о том, как стрелять с калашмата, выкопать окоп и связать пленного. Не пленную на порнхабе, а пленного на войне. Наверное, сейчас самое время о пленных и поговорить. Спецназ ТикТока имени Рамзана Кадырова взял в плен украинского разведчика. Я в лесу разведка. Признаю, что был захватен вчера ночью при операции. Признаю, что воевал против мирного населения. А в лучших традициях холодной войны на столе разложена старая добрая ламповая Яндекс-карта. Сам разведчик похож на бомжа под Трамадолом. Но, возможно, это оскароносная роль характерного героя второго плана. И даже в Оскаровских фильмах, как вы знаете, случаются киноляпы. В нашем случае на разведчике была татуировка, что он разведчик. Разведчик, диверсия. Об этом красноречиво свидетельствовала летучая мышь на теле шпиона. И это действительно символ военной разведки. Но военной разведки Российской Федерации. Для справки, украинская разведка взяла себе другого тотемного зверя. Это летящая серебряная сова. И я не знаю ни одного украинского разведчика, который бы набивал себе татуировку такой совы. Именно поэтому у каждого россиянина есть друг из украинской военной разведки. Только не каждый россиянин об этом знает. В целом, я позитивно отношусь к потугам кадыровских сценаристов и режиссеров. От бездарных роликов в стиле светофор «Первая кровь» они уверены движутся в сторону таких комедийных шедевров, как «Тупой еще тупее». А еще очень понравилась вот эта фраза. Я понимаю, что российские разведчики не всегда хорошо говорят на родном, не говоря про иностранные языки. Но это совсем уже слабое место в диалоге. Я бы заменил на фразу «Там еще было 200-300 косматых варваров из неведомых земель, которые на нашем знают только «Младенцы», «Снегири», «Поджарить», «Распятие» и «Бендера». Но опять же, от тупых боевиков со стрельбой и односложных фраз «Ахмад Велик» кадыровцы стремительно продвигаются к полноценным диалогам. Это круто! Если вернуться домой, могут даже замахнуться на продолжение гей-вестерна «Горбатая гора-2». У меня даже есть для них прекрасное начало. Моё супер-мародерство, которое мы видели. Смогли взломать дверь, и у них, блядь, получилось достичь своей цены. Достичь своей цены. Пацаны к успеху пришли. Ребята из Мариуполя, полк Азов и все остальные героические подразделения, которые сейчас совершают невозможное и удерживают город от захвата. Спасибо вам за комментарий. Я счастлив, что у вас бывают мгновения, когда вы можете хоть чуть-чуть отдохнуть и набраться хоть какого-то позитива. Мы все знаем о вашем подвиге. Вся Украина следит за вашей беспримерной храбростью, которую признают даже враги. Вы – справжний символ незламности украинской нации. Я верю, что вы втримаетесь, что допомога придет, что каждый из вас сможет рассказать свою историю своим детям, своим внукам. Я действительно в это верю. А теперь о потерях врага. Вы сейчас видите скриншот, на котором Министерство обороны опубликовало общие потери российской армии в Украине. Как верно заметил Песков, они значительны. Значительны настолько, что приходится отправлять павших мелкими партиями. Например, так происходит с военными 331-го парашютно-десантного полка из Костромы. В Украине было вырезано из действительности 100 военнослужащих полка, из них 29 офицеров. Первым домой в гробу прибыл командир полка с почетным эскортом шести сослуживцев в тех же кондициях. План на апрель – еще 10 человек. Потом планируется увеличить поставки до двух в месяц. Еще хорошо, что не догадались доставлять солдат частями. Ну, типа, вот ноги Тимофея. К маю обещали подвезти туловище. Простите, но у меня закончились запасы гуманизма в районе города Буча. Но я по-прежнему мать Тереза на фоне Российского Министерства Обороны. Зачем они это делают? Причина одна. Политическое руководство Российской Федерации боится социального взрыва. Он может произойти из-за большого количества цинковых гробов и отсутствия цинковых гробов одновременно. Звучит парадоксально, но я объясню. В первом случае жители РФ могут ужаснуться потерям. Во втором родственники пропавших без вести начнут задавать вопросы. А где же обещанные 7 миллионов рублей? Компенсация за убитого. Таким образом, военному руководству приходится находить баланс. Где-то делят груз 200 на 2 по 100. А где-то, особенно если речь идет о рядовых солдатиках, либо бросают в полях лесах, либо закапывают в безымянных братских могилах. Нету тела, нету дела по компенсации. Ни тебе социального, ни экономического взрыва. Хотя я бы смело выплачивал компенсацию. Скоро может так случиться, что за 7 миллионов рублей можно будет купить как раз свечку в церкви. Тем не менее, антиподы эльфов обсуждают со своими самками вопрос денежной компенсации. По телевизору-то все отлично, типа. Все, кто возвращается, ветеранку получают. Ну, плюс там это, ну, как денежные за каждый день. Три за ранения. Он говорил по новостям, Путин. Три миллиона и похорону плачу. Ну, ну, нахуй не нужны. Не три, а пять. Пять как? Пять или семь. Я тебе не стал вчера говорить? Ну, че? Всю роту расху**ли нашу. Авдея 200-й. Ворковь ногу отрывала. Мыжик руку отрывала. В тяжелом состоянии. Валиев 200-й. Тринадцать раненых. Пять трупов Авдея. Вот, все. Умер. В смысле? Авдеев 200-й, все. Господи. И ты что, тоже там был? Я-то впереди. Они палатку поставили. Прям в палатку упал. Прям в палатку. Мне одному показалось, что она с какой-то нездоровой надеждой задавала вопрос. А ты тоже там был? Ну, типа, даже Авдеев уже 200-й. А ты все телишься. Хотя бы руку миллиона на три оторвало. И то польза была бы. Плюс ветеранка. Из хорошего. В связи с новостями с фронта и тем, что почтовая доставка СДЭК начала требовать чеки при отправке мародерки из Беларуси в Российскую Федерацию, контрактники и резервисты сильно пригорюнились. И внезапно вспомнили, что в Российской Федерации существуют законы. А по закону резервисты в мирное время вызываются только на сборы и могут легко отказаться от участия в спецоперации. Потому что это не война и в стране нет никакого военного положения. Та же история со срочниками. Хочет-едет, хочет-увольняется. Разумеется, сарафанное радио указывает на вариант 2. Таким образом, скрытая мобилизация пока может рассчитывать только на мифическое православное воинство Соловьева, который явно не пройдет медкомиссию по состоянию умственного здоровья. На месте командиров я бы ему автомат не доверил. Даже игральный. Теперь небольшое объявление. В описании к видео и в комментариях я теперь буду оставлять ссылки на наши реквизиты. Они помогут не только держать на плаву наш проект, но часть этих денег пойдет на специальные проекты для ЗСУ, о которых я буду рассказывать в наших следующих выпусках. Я лично их контролирую и лично в них участвую. Если у вас нет помогать возможности финансово, ваши просмотры, перепосты, комментарии, лайки – это тоже помощь. Если вы подписаны на Фейсбуке, подпишитесь на Ютуб, а если на Ютубе, то на Фейсбук. Также мы начали выкладывать тезисы в ТикТок, держим связь в Телеграме. Нас так просто не забанить. Как любил говаривать Мандельштам про Иосифа Сталина, я его цитатами, а он меня ссылками. В прошлой программе я также обещал провести Ликбез по ленд-лизу. Так вот, это специальная государственная программа, по которой США всю Вторую мировую войну поставляли своим союзникам буквально все. От оружия и боеприпасов до продуктов питания и лекарств. Предполагалось, что все поставляется в долг или в аренду. Уцелевшую технику после войны можно было оплатить и оставить себе. Или вернуть. Все, что было израсходовано и уничтожено врагом, списывалось с баланса. От США СССР получил тысячи танковых самолетов. Детально можете просто загуглить. Но я приведу лишь один пример. Штаты с 1941 по 1945 год передали Союзу 433 тысячи автомобилей и 34 тысячи мотоциклов. При этом СССР с начала войны до конца 45 года выпустил лишь 266 тысяч автомобилей и 27 тысяч мотоциклов. Один из самых массовых советских автомобилей стал американский грузовик Студебекер. Их было передано в Советский Союз 100 тысяч штук. И он реально вытянул СССР из средневековой конной тяги в 20 век. В детстве я прочитал много военных мемуаров. Там упоминалась помощь от США. Но как-то насмешливо. Мол, тушенку прислали, конечно. Впоследствии выяснилось, что помощь была невероятной. К тому же Британия с 1942 по 1945 год вообще присылала все бесплатно. А США после победы просто списали часть долга СССР. Что дает ленд-лиз Украине? Вооружение, боеприпасы, продукцию двойного назначения, топливо, лекарства и любые товары, которые могут помочь Украине не только защищаться, но и побеждать. Бюрократических проволочек станет в разы меньше. Скорость поставок увеличится в разы. Все расчеты после победы Украины. Пиар составляющая не менее прекрасна. Как вы поняли, ленд-лиз это прямая аналогия или ассоциация с борьбой против нацистской Германии. И это мощнейшая плюха по пропагандистской машине Владимира Путина. Все, что остается американцам, это писать на технике можем повторить. По-американски это звучит make Ukraine great again. Если присоединиться Германия, будет еще аутентичнее. Путин капут и все. Вообще программа ленд-лиз от Германии это будет троллинг 80 уровня. Даже если они будут нам поставлять только брецели и вайс. Бир. На цему все. Выдавился проект Украина в огне. Российская федерация будет сруйнована. Слава Украине! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.